Я хотел с вами немножко поговорить по поводу города будущего. Дело в том, что, как мне кажется, что города зашли в тупик, и в тупик очень серьезный. То есть, если мы посмотрим, как город представлялся людям какое-то смешное время назад, сто лет назад, то мы увидим какую-то наивную картинку. Потому что, по большому счету, единственный доступный людям способ предсказания будущего – это способ экстраполяции, когда берется одна какая-то тенденция, считается, что она будет дальше развиваться и прогрессировать. И, исходя из этого, делается вывод, что, ну, то есть, если сегодня компьютеры работали с такой скоростью, то завтра они будут работать быстрее. Понятно, но он, к сожалению, абсолютно не работает, потому что вмешивается огромное количество вещей, которых нельзя было учитывать. И, то есть, если вы посмотрите, Москва, да, как увиделась Москва из 1900 года в 2000 году, или вот это Париж, да, все то же самое. То есть, понятно, что как только появились аэропланы, то все думали… В общем, обратите внимание, фантазия аэропланов на аэропланы хватило, а фантазия на одежду не хватило абсолютно. Ну, и человек не в состоянии предсказать, как будет развиваться мода. Наши представления о будущем городе, они страдают, ну, то есть, может быть, они чуть лучше сделаны, то есть, они более качественно проработаны, вот, но они страдают таким же упрощением, крайне сильным. Вот этого никогда не будет, и я попробую объяснить, почему. То есть, город фактически исчерпал свои возможности к росту, и те, кто думает, что город будет расти вверх, очень сильно заблуждается. Ничего этого не будет. Город уперся уже в свой потолок. Например, в 1899 году были построены электромобили, которые могли ездить со скоростью 100 километров в час. А сегодня средняя скорость, ну, я буду про Москву говорить, но я думаю, что это имеет отношение ко всем городам. Средняя скорость передвижения в Москве километров 25, не больше. То есть, весь прогресс автомобилестроения направлен исключительно на то, чтобы комфортнее стоять в пробках, ни для чего более. И получается, что количество проблем в городе очень быстро возрастает. Это очень сильное шумовое замусоривание города, колоссальное. То есть, вот Баку просто тишайший город по сравнению с Москвой. А у нас там постоянно сирены, пробки, постоянно скорые, кортеджи, мигалки. Это все невыносимо. Машин становится все больше, и количество развязок не спасет город абсолютно. Ну, во-первых, не успевают столько строить. И во-вторых, то есть, что такое автомобиль? То есть, получается, что средний человек сейчас на работу туда, сейчас обратно. Все остальное время машина стоит и занимает место. Плюс к этому огромная проблема с ремонтами. Потому что везде начинают, как только меняют асфальт, прорывают трубы, прокладывают новые коммуникации, город и так не быстро едущий, останавливается совершенно. И, как мне кажется, какой будет из этого выход? Ну, да, вот, соответственно, это абсолютно нормально для Москвы. То есть, я как-то прилетел из Шэньчжэня, в Китай, я летел 10 часов, а потом 5 часов ехал от Шереметьево до Сокола. Там расстояние, ну, вот, просто... И это будет только ухудшаться. То есть, города исчерпали себя. И мне кажется, что надо города начинать строить абсолютно по-новому, на абсолютно других принципах. То есть, когда-то казалось, что светофор — это спасение, да, ну, потому что он позволяет разруливать. Сегодня понимают все, что светофор — это трагедия, да, потому что он останавливает, он тормозит движение. И вот если провести параллель между городом и человеком, то в человеке огромное количество систем, и все эти системы независимы друг от друга. То есть, они работают. В городе же, ну, можно, например, нервную систему человека уподобить коммуникациям. То есть, это интернет и телефония. Систему пищеварения уподобить канализации, да. То есть, вот это вот... Они хоть как-то разведены. А все остальное находится... Вот все остальные системы города, они пытаются по одним и тем же каналам. То есть, вот представьте, что вот у вас есть вены, и вы по ним все пытаетесь прогнать. И венозную, и артериальную кровь, и лимфу, и дыхание, и доставку еды, и так далее. И понятно, что у вас единственная возможность от этого — это тромбоз, да. То есть, что, собственно, мы и видим в городе. Мне кажется, что города надо начинать строить снова на абсолютно других условиях. То есть, города... То есть, вот как у человека есть покровная система, города нужно... Городам тоже нужно переходить от простейших организмов. Они должны обзаводиться кожей. То есть, города надо делать сразу многослойными. Надо разводить, надо сделать так, чтобы люди и автомобили никогда не пересекались. То есть, города в несколько слоев строятся. Нижний слой для общественного транспорта, для железных дорог, все что угодно. Средний слой для... Ну, и для грузового транспорта. Средний слой для автомобилей. А над ними слой коммуникации. Представляете, как здорово будет вот этот вот слой коммуникации. Ничего не надо разрывать. Причем мы не знаем, да. Сегодня нужна оптика волокнов, взламывает асфальт. Что завтра... Для чего завтра нужно будет ломать асфальт, мы не представляем. Может быть, будут линии доставки какие-то. Но асфальт будут ломать, и все это. И вот этот вот слой коммуникаций, он же будет работать прослойкой шумовой. Шумовой прослойкой, а люди будут жить сверху. То есть, никаких летающих автомобилей не будет. Но это просто опасно. Представляете, что будет, когда два автомобиля столкнутся. В Москве каждый день тысяча аварий. Это все будет на порядок сложнее. И получается, что люди будут жить сверху. Сверху будут парки, сверху будут велосипеды и весь транспорт. Нижние этажи зданий будут приходиться на стоянки. Там тоже будут все технические службы, магазины. И люди с автомобилями будут пересекаться, только когда будут спускаться на... Ну, собственно, город, как мне кажется, обязательно обзаведется кожей. И это еще решит массу проблем. Ну, вот вам с климатом повезло, а у нас пять месяцев в году снег. Это, соответственно, бедные таджики, которые убирают. Это город весь стоит, потому что все сугробы, это еще минус одна полоса с каждой стороны. Ну, то есть это чудовищно, это грязные машины. А так и машину мыть не нужно, да, и весь снег остается сверху, радует. Он будет чистый для города. Белый снег – это роскошь. Ну, я, например, его в городе давно не видел. Вот. И мне кажется, что вот этот вот единственный путь... Я могу ошибаться, может быть, конечно, потому что, как... Возвращаясь к методу экстраполяции, считалось, что главной проблемой 21 века будет вывоз навоза из городов. Да, выяснилось, что у города абсолютно другие проблемы. Вот. Это, собственно, я вам рассказал про город для живых. И хочу немного, ну, там, поделиться своими мыслями про город для мертвых. Как эта тема считается табуированной. Ну, как это, собственно, как... Вот наши предки так себя вели, да, значит, наши предки хоронили людей, ставили вот такую вот оградку. И я не был на Азербайджанском кладбище, я говорю про московские кладбища. Ставили оградку такую огораживали, ставили памятник. Вот. Потом приходили туда, разговаривали. И еще раз говорю, я понимаю, что это очень-очень такая сложная тема, табуированная. Хотя лично мне кажется, что все самое интересное находится как раз в табуированных темах, потому что вещи, в которых никто никогда не сомневался, это прекрасный повод для сомнения и для изменений. Ну, там, возьмите Лобачевского, да, то есть никто не сомневался, что две параллельные прямые никогда не пересекаются. Ну, собственно, он усомнился и сделал геометрию свою Лобачевского. А что касается всяких обрядов по захоронению покойников, они в каждой стране абсолютно разные. Ну, например, если вы видели, что такое похороны в Непале, это вообще чудовищная, ну, с моей точки зрения история. Там нет деревьев, кремация невозможна, закопать человек очень сложно, но это горы. Рек нету, как в Индии, да, когда они вот берут мертвецов своих, кладут в священную воду. И мертвецы, соответственно, чудовищное зрелище, но это традиция, это святое, да. А в Непале, соответственно, мертвецов привозят в горы, им надрезают кожу всю, прошу прощения за интимные подробности, и оставляют птицам, и прилетают грифы, и съедают, съедают человека за несколько часов, а потом кости его перемалываются, и грифы продолжают, собственно, и от человека ничего, это называется небесные похороны, и считается, что душа человека. В Москве безумное количество кладбищ, и кладбищ все время не хватает, это тысячи гектар. То есть считается, что кладбище занимает такую же площадь в Москве, как и дома, вот, ну, суммарная площадь, и никто не знает, что с ними делать, да, то есть это, ну, это святое, да, там ничего не построишь, и мне кажется, что вот эти все оградки, ну, это, мягко говоря, странная идея, вот. И у меня была идея, надо изменить, поскольку люди привыкли все-таки приходить на кладбище, разговаривать со своими умершими родственниками и так далее, то можно сделать проще, то есть, чтобы вот до... чтобы земля была лучше, а не хуже от того, что там появилось кладбище. И мне кажется, что можно сделать иначе, то есть, если привыкли, что людей надо закапывать землю, давайте их закапывать землю, но вместо памятника давайте сажать на этом месте дерево. За деревом можно ухаживать, за деревом, с деревом можно разговаривать, то есть, если необходимо, на дерево можно посадить портрет любимого человека, И, собственно, не будет вот этого фактически пустыря, а после людей вот эта земля станет лучше. То есть вместо кладбища будет лес или лесопарк, что еще хуже, мне кажется, это гораздо более человечно. Все, спасибо вам большое.